вот такие вот огромные кривитосики шикардос на и смотрите какие посмотрите какая у нас фруктики овощи 8 лайфхак так вот их бросаешь с них попадает вот этот вот пепел не тогда горят лучше пахнут они конечно обалденно просто супер вот так итак всем привет с районга таиланд живем хорошем месте небольшой обзорчик вот наша гостиница и вот самая большая гостиница на районге районка это типа деревушке такого поселочка и мы решили сегодня пожарить барбекю барбекю будем мы делать на угольках и барбекю будем делать из креветок креветок сейчас мы выхожу кривитосиков вот такие вот огромные кривитосики шикардос на и смотрите какие аппетитные в общем вот такая вот плашечка здесь ровно килограмм с лишним практически стоит 240 бат умножайте на 2 разжигать мы будем все это дело вот таким вот углем слайм ворк будем вот такую вот штучку мы приобрели барбекюшница в общем она у нас обошлась нам где-то в двести сорок бат наверное я могу ошибаться двести сорок двести восемьдесят бат такая на четырех ножках железная довольно таки толстая уголь у нас вот такой который он показывал вот такими брикетами с такими вот нет тут увидеть бы еще дырочками барбекю шла вот такая вот решеточка подставка специально куда накладывается уголь и вот такими отверстиями хорошими добрыми отверстиями что туда заходил воздух она такая маленькая компактная где-то сантиметров наверное 30 с лишним 40 не сильно глубоко удобно разжигать мы будем вот такой вот такой вот штучкой что здесь написано я не знаю написано по тайски но она судя по всему по запаху напоминает спирт еще один вот такой вот брикетик мы сейчас возьмем попробуем все это дело разжечь давайте сделаем это доброе дело сам покажу как это делаем бумага здесь очень плохо горит что на какая-то противопожарная если например возьмете какую-то другую бумагу даже вот смотрите видите как бы такого особого огня и нету вот тут уже там загорелось все это сидела еще закроем вот так вот уголь этот в чем его особенность такая этот уголь спрессованный я не знаю чего делать или с кокоса или еще с какого-то дерева там с бамбука но он очень долго разжигается но когда разожгется он очень долго горит в общем вам хватит вот этих брикетов когда он разоржется пожарить я не знаю на килограммов десять всякой всячины что вы только захотите рыбы мясо там много чего можно пожарить так вот нас там если видно видите уже горит вот это вот штучка которая на спирту он ее видно сверху положим вот такую вот штучку и вот так вот будет выглядеть наши барабики здесь мы будем сейчас выкладывать как разгорятся наши угли мы будем выкладывать наших креветок когда они разожгутся поверьте мне они очень-очень сильно очень много дают жара то вот уже называется угли взялись когда они белые это уже хорошо крышечка которую мы она в общем то все горела но хорошо у нас являясь угольки теперь нам надо что сделать нам надо их поставить по ветру приблизительно вот так вот вот так вот и вот так мы сейчас сделаем чтобы у нас было больше огня было вот так вот сейчас мы их поставим и будем разжигать они как бы сами дойдут но сжигать их надо немножко все равно этого розжига не хватило как вот видите угли какие не то что вот наши да там полил чем-нибудь там добавил чего-нибудь и все как бы и готово фигушки тут с этим делом не прокатит короче такая у меня есть импровизированная махалка будем сейчас махать смотрите как они сейчас будут у нас нагреваться в общем вот так надо махать пока они не возьмутся хорошим жаром внутри когда они возьмутся хорошим жаром они прям все покраснеют прям будут все ярко ярко белый такая как лава будут тогда их можно будет уже начинает жарить в общем они разгораются очень долго где-то примерно около часа если конечно таких вот крышечек поставить больше наверно они быстрее разожгутся что такая примечательность у тайцев весь могу рассказать пока делать нечего они почему так вечер начинают все делать наверное потому что днем сильно жарко солнышко как бы поэтому их не заставишь работать днем они все отдыхают спят а вот вечером и ночью они работают смотрите вот вечер да солнышко садится нету никого вот они начинают убирать листву а днем они ничего не делали днем никого не было тут хоть бы они все сидели в общем под кондиционерами кто где был в общем но не на улице так что у тайцев принято сидеть дома где-то наверное они выходят обычно с утра идут на море завтракают это сто процентов они все выходят на море покупают еду едут на море там завтракают и возвращаются потом либо на работу либо домой их не видно целый день часов до 5 наверное 5 часов они начинают свои телодвижения и вот до самого утра часов 10 8 9 10 тут творится такое на районке черт что район короче будет так вот наше продолжение с розжига смотрите сейчас мы ее раз раздуем до тех пор пока не появится у нас огонь и не видно вам но уже огонек есть это уже хорошо молодец это значит уже хорошо у нас сейчас угли возьмутся о видите значит уже все угли сейчас возьмутся хорошо огнем вот до такой степени надо их разжигать чтобы они потом хорошо горели так вот мы дождались а когда у нас угли совсем раскаляться сейчас вам покажу как это выглядит в общем я вот делаю такую конструкцию так мне как-то более удобнее я не знаю можете вот как-то по-другому сделать но вот с такими вот брикетами мне больше нравится что воздух заходит сюда проходит сквозь и как бы выходит так вот брикеты смотрите у нас уже побелели это значит они уже вполне горячие горячие мы сейчас будем делать вот так раскладывать их вот раскладывать их можно по-любому аллау барбекю попробуем это наши тайские друзья пришли убираться и это мы потом угостим конечно обязательно так но раскладываю я вот так вот где-то приблизительно и конечно можно по идее вот так разложить но 5 у кого какое предпочтение потому что эти брикеты довольно таки удобны они угловатые ставятся очень хорошо по всей а уже руку вот вот такая вот фишка уже ждет руку как я сейчас чуть поближе сделала вот так вот ну вот так вот я их расставляю по всей равномерно теперь можно еще подождать принципе пока не разгорятся немножко повентилировать их их вообще еще сбивают хорошо подождем подождем еще немножко пока там у нас не разожгутся пока не совсем белые не станут это вот еще слабенько никогда разжигутся вообще будут яркие красные их еще делаю знаете такой лайфхак так вот их бросаешь с них попадает вот этот вот пепел они тогда горят лучше поставим о смотрите какая нас фруктики овощи 80 да только от не фруктики овощи ну ладно тоже пойдет катаемся можно таком байке кнопочку открываем заветный сундук сундучки у нас вот такое вот пиво андрей пьем и все время чангу нам больше нравится вот я выложил креветок в общем креветок мы будем жарить до такого состояния как они будто сварились знаете такого ярко оранжево-красного цвета что ли вот типа типа такого не знаю видно вам нет ну вот креветки где-то должно быть вот такого цвета жарить их долго нельзя иначе они у нас горят они еще беленькие сейчас мы их вот до такого цвета доведем их можно уже есть всех проверим всех общупаем вот это надо будет дожарить немножко большая маленький виде быстро доходят большие у нас не сильно это доходят скрючиваются уже вечер наступает темно не знаю будет ли видно уже вот везде у нас включаются огни вот так выглядит наш наше жилье где мы проживаем наш отельчик прекрасный и великолепный вот вы сейчас перед гладушки делаете уже готовы скорее всего перед гладушки ей уже не нужны вот это надо еще пожарить вот это надо еще дожаривать вот это еще дожариваем вот эти вот сейчас посильнее потому что они такие более толстенькие же конечно что уже наверно из этих достаточно сейчас мы их снимем снимаем пахнут они конечно обалденно просто супер вот так вот вот такая вот телега короче получилась у нас вот так вот вот мы жарим креветочки наши вот они креветочки жарятся и сыр тофу еще мы жарим а я махаю украинской вкусняшки получаются всем приятного аппетита в 6 часов уже темно совсем в Таиланде и вот такой вот у нас отельчик мы находимся рядом с трассой Сухумвит вот и вот такое уютное место здесь недалеко как говорится от самой проездной дороги здорово в общем и здесь же можно вот жарить креветки на гриле только бассейна здесь нет а так все великолепно предварительно мы замариновали креветки для маринада нам понадобилось чайная ложка устричного соуса пол чайной ложки соли один лайм столовая ложка растительного масла а еще сушеный чеснок а лучше свежий чуть-чуть для приправы и чуть-чуть имбиря все это перемешиваем оставляем на 15 минут все это мариноваться и потом можно будет жарить вот так креветочки и и и и и Продолжение следует...